привет други мои сегодня интересный экземпляр новый мопед 3200 пробега приехал не заводится стал смотреть кто-то кинул ему болтик в клапан пускной в карбюратор сейчас будем доставать и пробовать как он идет мопед новый 150 кубовый корса солнце мешает и вот там вот блестит вот там от лежит болтик вот он кто-то подшутил над ним и кинул болток сейчас будем его пробовать доставать должно все получится так сделал я такую магнитную фигню вот он виновник торжества примотал я кусочек изоленты кусочек магнита изоленты надавил немножко клапан он был зажат вот так и вытянул кто-то ему под дудонил или я не знаю откуда он мог вывалится ну кто-то лазил в общем собираем и тест-драйв короче не про канала клапан согнула будем разбирать не про канала думал по-бырому сейчас рубчик вытащу не получилось так как хотелось бы даже не стал переодеваться думал по чистому сейчас форсану на новом мопеде но все равно пришлось лохмотье свои одеться разбирать сейчас сниму башку клапан или выровню или заменю посмотрю есть ли у меня болтик вот там один-один очень вредный очень вредный болтик вот там один по сути недолго разобрать забрать недолго-долго собирать мопед целяк сначала надо вот эту когда снимаешь натяжник цепи всегда надо стронуть сначала вот этот болт потому что если его не стронуть когда будешь собирать обратно его его надо будет крутить натягивать ну не натягивать ослаблять этот болт когда натяжник не в двигателе очень трудно открутить потому что его не в тиски толком не зажать этот натяжник цепи не в руках никак интересно кто ж ему болт запихал прокладка как-то неправильно оторвалась правильно так идем дальше так отвинтил я болты все посмотрим что у него там с клапаном на лава о печально все клапан прям согнула о кривой он там видно небо через клапан я буду рассухаривать и пробовать его притирать сейчас мы его рассухарим вот так бить вот 50 кубовых они маленькие клапана бьешь ничего 150 керас вот так как тукнул и клапан согнул об стол просто на клапан ты конечно сейчас выровняю попробую так ну что уравнил его в тисках вроде ровно сейчас маленько его притру и будет он как родной набил маленько где не надо почистить было у меня такой случай тоже на газоне работал на 50 тройки ездили торговали яйцом это 90 не знаю какой то там третий или четвертый год что-то в этом вот промежутке и едут в бюджаницы ехали это на километров 100 с копейкой от меня тут еду что-то машина труппыр труппыр писат троечка самосвал такой тентованный струк пор труппыр думаю но доеду кое-как да сниму карбюратор почти доехал добежание с кое-как кузов открыл так продавщица моя там торговать встала я полез карбюратор снимать вроде ничего пыльник на лесу карбюратор снял разобрался весь выдул вычистил все собираю а там у нас 4 гайки крепится на пауке сверху карбюр газоне ну я закручиваю не найти четвертую гайку и все я и так и сяк все облазил ну нет ну думаю куда-нибудь свалилась наверно под машину там закатилась ли там еще куда-то много заковолков ты собрал все поставил на три гайки там на четвертая она так а мужа и не помню мужа и нашел гайку другую завел машина как бритва джинь джинь думаю вот я молодец как собрал хорошо карбюратор газу и все хорошо на холостых стоит шепчет машина и а я подхожу такой двигатель капот-то открыт и такое щелк-щелк что-то щелк-щелк как будто провод пробивает вот думаю ну может такие мысли закрались что там гайка на клапане скачет но я как-то ну думаю да ну ну щелк-щелк на проводе то пробивает мы дай-ка газану сяду села застучала моя гайка попала в паук уронил ну и чё продавщица пошла звонить за буксиром а я стал разбирать прям там снял паук головку снял и увидел гайка на поршне вкляпан она еще упала не плашмя а торцом хотя можно было ехать при газовал бы при топталась потому что я когда приехал я головку гайку отковырял посмотрел вроде поршень целый так есть немножко вмятинка собрал я потом ездил долго еще на этой машине а потом когда просто показать она прибилась бы там приклепалась можем поршень развалился до конца а потом там не знаю через полгода стали этот мотор разбирать на капиталку я разбираю поршень вынимаю а он треснул во-первых зажат вот где гайка вдарила зажала кольца треснул поршень ник я уже отъезде я под на этом ком поршне отъездил на 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 полгода такая история почистил карбюратор я был такой на газоне до газоне 1 моим и первым а третья моя машина четвертая машина эти считая на бензовоз сначала сел потом на зела самосвал потом опять уволился другу шарагу опять на новый бензовоз сел а потом это 50 но у меня был бензовоз 50 тройки гонял я по области уже начиналось это разваливаться совхоз на стал разваливаться уже яйцом торговали ездили потому что видимо не было сбыта так еще раз я уже поддавал крепко на газоне когда работа и чё то я снимал головки не помню чего то ли меня вода шла в поддон там под гильзу да мне было не найти никак почему вода в поддон идет мне механик наш этот моторист перебрал двигатель не идет поддон вода идет ну так за ночь набирается поездишь выкипает я и паук новый и переднюю крышку двигатели снял хорошая какая дорожка попал значит ровно течет вода и течет а потом оказалось миша такой лавренов он умерши наверно давно у меня собирал двигатель одну страну гильзы вставил с полидольщиком что там на медных кольцах гильза стоят а второе видно то ли забыл засадил как было с грязью и под гильзу попала резина а блок то алюминиевый гильза чугунная медная прокладка он задавил и грязью блоки в мясенку сделала и ну грязь то потом вымыла и туда потихоньку просачивалась вода под гильзу а тогда не герметика не найти ничего в общем я эту гильзу на клей момент приклеил хорошо бензином вымыл все и приклеил под прокладку клей момента ну в общем на клей момент намазал на блок прокладку клей 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 заклеил все держала а поддавал тогда стал собирать завгар еще меня тоже покойник уже за пенсии дожил на месяц нам по пенсии попил такой сергей николаевич был николай сергеевич или сергей 7 сергей николаев по моему да да и не помню в общем не суть все мне когда соберешь машина я на ремонте каждый день под дугариной когда когда я бегом быстрее собрал там видно пьяный не посмотрю собрал головки поставил все скрутил а видно пересенуть забыл собран собран собрался на утро воду залила поехал в печоры это тоже километров нормально городом это 140 на приехали отторговались я рассмотрю воды нет взяты мы дай-ка долью долил чик заводить машина заклинила не свернуть 100 старстером не свернуть но у меня были такие подозрения что она подтраивала как-то ехала я думаю дай-ка свечки выкручу выкручу старстера там уже как 4 цилиндра 4 цилиндровый образный двигатель что-то вода стряхали звук цилиндров фонтаном бам думаю чё делать ты надо ехать чёрта домой надо ехать а чё я ее завел стал на заведенной воду заливается к вас радиаторы как глушателя оттуда дует думать да хер с ним поеду как есть вот я там горы такие гору под гору папа еду кастопыжусь еду сейчас бензинчика зальем посмотрим держит клапан не ну не знаю сколько я километров 10 наверное отъехал бутылка с собой было взят уже еду там в гору опять поднимается на 1 заклинит постою маленько заведу опять без воды ну там сколько-то было может грамм какой-то опять еду тяжелее тяжелее а потом раз в гору как ты все и встал и ну не заклинила заглохла и все я на стартере аккумулятор 120 зиловский стоял на стартере дотянул ее машину ну да 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 волоксы на стартере до обочины и отправил продавщицу за буксиром а сам бутылка была сидел пил на ну садил на пол бутылки побольше засох там чую дверь открывается за мной приехал не помню кто приехал ну на газоне тоже меня подцепили ночь и холодно было тянут на мне фары включен этот рассказывает которую меня тянул еду еду смотрю меня догоняю я видна на хатом то ли засыпаю я раз газку дерну оп морю а проснулся ну дотянули нормально и тогда вот я двигатель снял ничего держит не секрет нигде бензин клапан хорошо держит тогда я двигатель снял капиталку мне сделали и опять комит капиталку сделали там отдельная история тоже уже не миша собирал другой колька у нас сейчас работает тоже собрал мотор зажала там его срывали на холодную и и в общем как подсекая тоже давление не было в моторе газу дашь шестерка на холостых лампочках горит газонный этот кровь попил вот такие истории бывают маленько тирану щас бенечка не должно течь вот такой я был водитель ну пить то начал на на машине попит волю конечно это мопед сына моего ну как мы с ним общаемся редко редко на мою пацанстве музыкой занимались вместе ну как росли на одном дворе у него музыку металлист такой был ну такой он вечно форсовывать кассетки фигетки продавал серёга а сейчас занимается машина красит ну тоже как бы на себя работает но он всю жизнь я-то всю жизнь в рабах а он такой жилка у него торговая она подсекает еще тиранусь маленький жилка торговая вот тут он позвонил человек посмотришь пацану моему сыну его нам ответ вы посмотрю хорошие очень меня впечатление от него с того времени оставшись хороший парень добрый не жадный такой нету славню вот такие есть такие люди вот нет в нем зла всегда поговорит поговоришь как с ним не встретишься редко встречаемся но встретишься как будто как будто вчера вот с ним пацанами сидели записывали из кассеты на кассету музыку надо сегодня ему сделать мопед потому что этом до 7 буду работать будет некогда и так его без очереди вообще звонил тоже клиент там мопед который разобранный валяется его так и не брался за него делать неудобно некогда так поставь кого и металлист металлист конечно металлист был часто не старый уже он постарше меня на год помню придешь к нему как включится это я не понимал металл разносторонний человек я много чего люблю конечно с музыки мне нет как бы критериев таких я и классику послушаю и и рамштайн послушаю сейчас то резко в машине так а тот-то любитель был такой дорогой у него была дорогая вертушкам это пластинки слушать пластинки дорогие все он откуда-то заказывал фирмовые это мне кассеты тогда продавал sony вас дорогие 15 рублей как это я помню мопед продал и купил пять или шесть кассет в баз такие были кассеты баску немецкие такие красивые а sony дороже как-то по 20 вот опять встретились и как-то живем рядом но не общаемся мамка у него такая добрая была бася хороший маленький какой малец уже 48 лет можно больше вот так ребята теперь то истории жизненных у меня много вроде бы и жил в одном городе есть что вспомнить музыкой занимался до одно время кассеты на базаре продавал ну не свои а работал меня по моему серега с ним и свел с этим кассетчиком вчера в школе вел своей музыки было было пять вертушек красно-зелено-синяя желтая когда это бегущие огни были сделан в общем занимался свое время музыкой а потом с возрастом уходит музыка молодец собрал а колпачок маслосъемный было да есть что вспомнить так позвонил мне серега все пойду ставить все нормально головку я бурил уже я затянем неудобно с телефоном заказал сегодня гопро ху взял кредит конечно но если что продам я уже говорил ускоряюсь гопро то будет повеселение я уже и и одену на башку покатаюсь уже тест-драйв будет интересней для и качеству получше стабилизация чем черт не шутит может и выгорит канал проверим отвертки у меня такой тонкий нет напильник на тофе такого раз закручиваешь и отпускаешь он сама натягивать потом пробочку проверим клапана клапана здесь опять повторюсь нужно крутить вперед если крутанешь назад на сто пятьдесятки клапана не проверишь только вперед пускной побольше пускной поменьше хотя страдает всегда впускной потому что снимают разбирают сыпется грязь туда никто не понимает этого сыпется туда грязь клапан снашивается без фильтра ездит снашивается садится садится его зажимает ну нормально нормально все крышку клапану вставлю пластик глушак и заводим села батарейка в телефоне клапанную крышку я поставил сейчас соберу пластик сюда и глушитель остался и все в принципе так ну чё пробуем гритва красивая конечно модель этот 150 кубовый скутер запихнуть типа honda dio так с виду можно подумать что это honda dio а это 150 кубовый конь и он летит как самолет такой замаскированный 150-шник так ну что тест-драйв конь-огонь темно правда ну ладно а а ну и и и и и и и Просто по-настоящему Просто по-настоящему